Сирия в таможенном союзе нонсенс. Так и реагирует на последние новости о планах официального Дамаска слиться в едином экономическом экстазе с Москвой, Минском и Астаной. Политолог Рассул Жумалы. Экономических предпосылок для объединения нет. Какой-либо экономической базы, во-первых, я здесь абсолютно не вижу. Потому что, чтобы вступить в таможенный союз, надо по меньшей мере иметь совместные таможенные границы. То есть даже с экономической таможенной точки зрения это просто нонсенс. Как можно вступить? Не под землей же будут перевозить товары из Сирии в Россию, из Сирии в Казахстан. Не видит экономических дивидендов от присоединения Сирии к таможенному союзу Маулина Шимбаев. Зато глава комитета по международным делам Нижней палаты парламента видит политические маневры крупных игроков. В Сирии идет война. И даже абстрагируясь от того, что у нас нет общей границы, минимальный товарооборот, можно сказать, что участники таможенного союза не будут рассматривать предложения тех или иных стран, которые по своей внутренней стабильности не соответствуют. Я думаю, что если отдельные политики считают, что вступление Сирии в ТС целесообразно, здесь они руководствуются больше какими-то политическими интересами. Официальный Дамаск утверждает, что уже ведет переговоры со странами-членами ТС. А пока политики только обсуждают возможные области и пути сотрудничества, рядовые граждане уже наводят первые мосты интеграции. Больше ста казахстанцев уже выехали в Сирию и присоединились к противникам режима Башара Асада. Такая информация появилась на днях в прессе. С нами связывались представители Джезгазганского акимата, и они подтвердили, что около 25 человек уехало из Джезгазгана и 25 человек из города Садпаев. Причем уехали они в начале года. Тем временем о своем отказе присоединиться к таможенному союзу объявил Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз высказывал свои сомнения в перспективах своемовыгодного сотрудничества в рамках этой организации. Где Москва так откровенно тянет одеяло на себя. Последний конфликт в московском Бирюлеве обострил непростые азербайджанско-российские отношения. Пока Москва разыгрывает сирийскую карту в большой политической игре с Западом, а мировые газеты обсуждают тему участия Сирии в ТС. Молчаливым свидетелем событий остается официальная Астана. Локомотив интеграции, похоже, встал на запасной путь и уже согласился, что в таможенном трио рулит Кремль.